Всем большой привет! Хочу заранее снять косметичку на месяц, на январь. Я говорила в прошлом ролике, когда снимала косметичку на декабрь, что как лучше делать косметичку недели или косметичку месяца. Больше девочек хотели, чтобы было еженедельное. Но для меня, я думаю, это будет неудобно. Вряд ли я на неделю буду собирать, потому что желания собрать много. А на неделю столько не будет. Не надо просто. Поэтому я думаю, что я буду примерно 1 и 15 числа каждого месяца снимать косметичку на 2 недели. Получается так. Посмотрим, что из этого выйдет. Если для меня это будет напряжно, то я вернусь к косметичке 1 раз в месяц. А если понравится, то так и будет раз в 2 недели. Давайте посмотрим, что я выбрала. Сразу хочу сказать, что многие продукты уже мелькать не будут, которые у меня идут в проекте Project Pen. Я буду брать оттуда, поэтому что-то буду не показывать. Давайте начнем с тональных средств. Потому что 2 базы, которые я хочу использовать в Project Pen, они у меня будут постоянные. Я буду иногда их брать и в косметичку на 2 недели. Но пока вот только вчера сняла Project Pen, поэтому смысла нет. Покажу снова их. Так, первая тональная основа. Это нашумевший Гриньер BB Крем. Классик. Классик. Я не знаю, как правильно. Нашумевший. В плане, что очень много негативных отзывов. Он нашумел именно как-то не совсем радостно. Я его никогда не пробовала. Мне его подарили. Поэтому я очень хочу его потестировать. Выбрала я такой месяц, когда еще нет сильных морозов, чтобы, ну, как бы, знаете, в морозы бывает не каждый крем справляется, а достаточно теплое время года такое. У нас сейчас 0, плюс 5, но бывает минус 5. Ну, посмотрим. Так, у меня оттенок вот такой. Давайте посмотрим, как он на коже. Если не подойдет, то я на всякий случай еще один возьму крем. И мы сейчас посмотрим. Девочки многие ругали его. Я, если честно, очень плохо помню, за что ругали. Поэтому это даже хорошо, что не помню. Буду смотреть на себе и смотреть, как он работает именно на мне. Вот на руке он хорошо впитался. Среднее что-то тут поскрывал. Больше, наверное, выровнял тон лица. Но вот по цвету он очень хорошо подошел мне к моей сегодняшней коже. Помимо этого BB крема я буду использовать от Mary Kay. Этот крем уже, это CC крем SPF у него. А нет, не SPF это. Вот тут чего-то 15. Оттенок очень светлый. Давайте посмотрим, что это за крем. Этот, наоборот, много положительного. Очень его хвалят. И давайте смотреть. Такой достаточно желтоватый, на первый взгляд. Но он должен подстраиваться. Сейчас посмотрим. Единственное, что я один на другой сейчас наношу. И поэтому пока... Ну, стала рука еще лучше. Но вот этот крем, смотрите, он не матирующий. Он дает свечение, получается увлажняющий. У меня кожа нормальная. Зимой даже к сухости склонная. Поэтому я думаю, будет хорошо. Можно в крайнем случае припудривать. Я пудрой люблю пользоваться. Поэтому будем припудривать. Но вот цвет руки мне нравится. Особенно, как один на другой наложился. Смотрится красиво. Корректор, который я тоже взяла. Вы знаете, это тоже корректор. Очень скандальный, я бы сказала, на данный момент. Потому что часть блогеров, особенно иностранных, его очень хвалили. А сейчас идет опровержение российских блогеров. И раза два-три я, наверное, уже слышала такой категоричный на него обзор, что не подошел. Кто-то, говорил, подсушивает. Очень сильно даже сушит прямо под глазами область кожи. Кто-то, что ничего особо не делает. Ну, вот это два мнения, которые я слышала за последнее время. К сожалению, я не помню, кто что говорил и кто именно. Но вот слышала. Летом я его пользовала. Использовала я вот сколько уже. И он мне нравился. В летнее время вот моя нормальная кожа. Очень хорошо ничего не сушила. Но летом моя кожа была склонная к жирности. Поэтому мне особенно интересно. Потестировать его будет зимой. Давайте посмотрим. Он с небольшим желтоватым подтоном. Это оттенок лично у меня. Где мой оттенок? Наверное, где-нибудь вот здесь. Вот так. И посмотрим. Мне очень интересно, как он будет работать. Потому что у меня по этому консилеру, корректору никаких претензий не было. А вот как зимой я сейчас потестирую, посмотрю. Так, я сотру руку, потому что я вся в креме уже. А мне на нее еще другие средства наносить. Далее. Так, мне нужна сейчас пудра. И... Вот посмотрите. Вот найди 10 отличий, да, называется. Вот где здесь? Пудра. А где не пудра? Вот она, пудра. В общем, пудру я беру для лица увлажняющую. Триумф. Номер 6241, насколько я понимаю. От Фаберлик. Зеркала нет. И вот такая вот пудра. У меня три пудры в проекте. Но я буду, наверное, их время от времени просто добавлять. Вот эту пудру я купила второй раз. Она мне понравилась. Она неплохо ложится поверх тонального крема. Она действительно не пересушивает кожу. Небольшое увлажнение дает. И неплохо работает. То есть вот она у меня вторая. И нравится. Ну и вторая толстушка, пузырь. Это пудра бронзан солнечный берег. Сейчас в каталоге их нет. Тут тоже нет зеркала. Может быть оно и есть. Вон там. Да, вон, смотрите оно где. Тут даже есть детственно чистый спонж. Я такая внимательная. Видите, нашли второе дно. Вот здесь я буду использовать вот этот вот уголок. Это как хайлайтер. Давайте вот здесь. Нет, мне здесь не нравится. Давайте вот здесь. Очень красивый дизайн. Но очень неудобно. Очень деликатный хайлайтер. Прямо настолько деликатный, что его практически не видно. А вот бронзер достаточно яркий. Его можно вообще использовать как тени. Потому что он с небольшой рыжинкой. Рыжинка в нем есть. Так, сейчас я попробую еще раз хайлайтер. Кистью надо. Тут прям не подлезть. Я им еще не пользовалась, потому что не могу подружиться вот с таким вариантом набора. Что нужно не зацепить одно и другое. Ну, в общем, вот так уже видно. И хайлайтер видно, и бронзер видно. Вот так вот он смотрится. Он подсвечивает этот бронзер. Если перемешивать, неохота мне сейчас мешать. Я опять залеплю ведь хайлайтер. Красиво смотрится. Но вот пока я с ним не подружилась, хочу в этом месяце попробовать подружиться. Так, кладем этих толстушек сюда. И смотрим дальше. Румяна. Румяна, которые я выбрала. Их аж две штучки будет. Посмотрю, ничего ли я не забыла. Нет. Первый от Mary Kay я взяла такие румяна. Они называют их пудрой. Очень яркий оттенок. Им легко переборщить. Я его чаще использую зимой на морозы. Ну, вот если так, видите, то нормальный оттенок дает хороший. Так много не надо, как я наносить. А вот прям чуть-чуть. И она бесконечная, потому что очень-очень экономная. И вторые румяна уже более деликатные от Belle. Fan Multi Blush, как я. Если я правильно считаю. Номер второй. У меня был еще один номер, но я его подарила. Оставила себе этот. Можно отдельно. Я вот так вот планирую. Так, где? Давайте вот здесь. Вот так. Вот такие румяна. Одни прям такие розовые, а эти немножко в коралл уходят. Но на морозы и те, и те будут неплохо. Дальше. Вечная палетка для бровей от Avon. Сколько я не пытаюсь пользоваться другими средствами, возвращаюсь именно к этой палетке. Вот для меня она какая-то идеальная. Не взяла я с собой гель для бровей. У меня от Artvisage. Он прозрачный. И так как, когда лицо тональными средствами уже намазано, нормально так говорить, намазано, то этот гель, щеточка пачкается, когда причесываешь брови. И пачкается он. И становится очень неприглядным. Поэтому я его с собой не беру. Но вот гель для бровей у меня от Artvisage. И вот такие вот тени. Это темный оттенок Soft Brown. Дальше. Остались у нас карандаши, помады и тени. Давайте быстро по карандашам. Карандаши я взяла только для глаз. Потому что для губ у меня сейчас в проекте. Я буду пока их и использовать. А может и не буду. Просто отдохну. От Mark. Сейчас у меня здесь два карандаша. Это Avon серый. И мой любимый вот этот лист шалфея называется. А этот какой-то стальной или серый. Я не помню, как он называется. Вообще в этом месяце я буду еще заказывать себе один карандашик. Вот видите лист шалфея покороче. Потому что он активнее уходит. Но вот хочу обоями попробовать в этом месяце. Этот вот такой. В морозы это очень красиво. Серебро такое. А вот эти я взяла под определенные тени. От Faberlic. Которые я последние покупала. Так, давайте их сюда. Также хочу подружиться вот с этим карандашом. Я с ним до сих пор путью не дружила. Это тоже от Faberlic. Я не знаю, тут есть ли какой-нибудь номер. И есть ли они сейчас в каталоге. Я тоже не знаю. Но на всякий случай. Наверное, вам видно что-нибудь тут. Давайте покажу. Он не сразу раскрашивается. Но я его хочу как тени использовать. Видите, он какой-то коричневый. Немножко уходящий, наверное, в баклажан. Такой интересный цвет. Буду еще им пользоваться. Также хочу вот этот раскрасить карандаш от Ифраше. Прямо такой фиолетовый он. Я его даже тут специально подточила, чтобы они бывают замыливаются. Когда по разным средствам красишь. Ну, по тональному, по тому же. И он бывает замыливается. И сейчас вот так. И последний карандаш, который я выбрала на эти. Он получается почти 3 недели. Потому что эта неделя еще не полностью. И там 15 дней. От Mary Kay. Такой вот серо-синий. Я его называю вечернее небо. Видите, он такой прям и переливается. И в то же время можно сделать, когда тень на него падает, то прямо чуть ли не черный становится карандаш. Очень интересный и красивый. С карандашами все. Вот так вот я выбрала. Давайте по теням. Пока карандаши специально не сотру. Хочу показать тени, которые я буду использовать. Вот к этому зеленому карандашу. Я очень долго с ними ругалась. С этими тенями. Потому что они не соответствовали картинке, которую мне Фаберлик на своей страничке как рекламу сделал. Вот такие тени. Это у них самая последняя новинка. Давайте вот так артикул покажу. Каждый раз я забываю. Вот этот артикул. Либо вот этот. Мне кажется, вот первый. Не знаю, все время путаюсь. Вот такие вот тени. Сейчас я их посвочу. Очень плохо они, конечно, набираются. Особенно вот этот вот. И белый плохо. И вот этот серый. Прямо я его... Вот, видите, я пытаюсь. И ничего почти. Поэтому я все ругала эти тени. Так, сейчас я вот этот еще темненький. Надо его прямо наслаивать. Так, ну вот и светлый. Вот я их так поярче попыталась. Вот так они выглядят. Не буду с зеленым карандашом, чтобы... Какой-то песок. Замки из песка. Как-то так вот называлась эта палетка. И вот такие тени. Я хочу их использовать как дневной макияж. Когда мне нужен макияж без макияжа, то тогда вот эта палетка будет хорошо работать. Все, я вот это все стираю. Фиолетовый карандаш такой упряменький. Не хочет стираться быстро. Так, все. Очистили площадь. По-быстрому, наверное, покажу. Потому что вот только в покупках показывала вот эту. Сегодня показывала. От Фарес. Косметик. Ой, палетку. Крышка, конечно, мне досталась. Вот прям. Их. Сломается она скоро у меня. Или открыла. Давайте я по-быстрому сделаю сводча. А то мне уже девочки говорят, что я скоро тени буду тратить. Не как на глаза, а как больше сводчами. Конечно, это очень красивая палетка. Прямо вот супер. Я очень люблю от Фарес тени. У них есть матовые. Матовые у Фарес очень плохого качества. Многие фукают и не обращают внимания вот на такие сатиновые. А сатиновые у Фарес замечательные тени. Я прям рекомендую. Кстати, я все время забываю показывать вот с этой стороны информацию. И в покупках тоже забыла показать. 0,3 оттенок. И вот так. Годен до конца 2019 года. Если кому-то интересно. Вот такая вот палеточка. И сейчас мы с вами посмотрим уже еще несколько палеток. Я уже, конечно, в этот раз меньше взяла теней. Потому что на 2 недели. А Тай Туай сейчас у Фаберлик нет таких теней. Это одна из моих самых любимых палеток. Вот так вот тени. Очень я ее люблю. Вот такие вот цвета. Красивая она. Очень жаль, что Фаберлик вот ее убрал, а не переиздал. Вот до сих пор нет у них таких цветов. А очень жаль. Потому что многие девочки скучают по ним и ждут, чтобы вернули. Также в этот раз я взяла 2 тенюшки. Это новинки от Эстрады. Вот такие вот две. Первая. Давайте вот так покажу оттенок. 210. Большие очень палеточки. Вот эти вот однушки. Больше трех грамм в каждой. Вот такой цвет. Вот так он смотрится. Красиво. Нравится. Так, а второй номер 209. Такой он оригинальный. У меня таких цветов не было никогда. Я его прям хотела. Но макияж еще не делала. Вот буду только делать. Как раз я их и брала в паре, чтобы делать вместе макияж. Тут такой цвет оригинальный. Светло-коричневый. В то же время что-то темно-бордовое. Интересный. Ладно. Дальше. Еще три палетки. Тоже однушки. И все. То есть не так уж и много. А нет, четыре даже. Еще я взяла от Ширима Шири. Сейчас, по-моему, их не выпускают. Давайте покажу, какой оригинальный оттенок. Вот такой вот оттенок интересный. Он в одном месте одного цвета. А в другом месте другого цвета сейчас. Вот видите, они такие разные прямо сейчас. Вот от Ширима Шири тут есть минус у этой тенюшки. Вот эти блестки, они потом можно их встретить в любом месте на лице. Но зато зимой, в мороз они на глазах смотрятся красиво. Вот такой оттенок. Конечно, красивый. Спонж надо бы отсюда выкинуть. Он мне вообще не нужен. Я его каждый раз теряю. И опять поднимаю. И опять в тени складываю. Ну и последние три палетки. Это от Essence. Вот эти Metallic. Недавно я их заказывала в Beauty Home. Кажется, так вот называется сайт. Первая 06 оттенок. Сейчас открою. Куда? Давайте вот здесь будем. Много розовых. Заметили в этом месте я набрала? Очень много вот. Что-то меня потянуло. Но вот эти я не просто взяла розовые. Можно было и из других палеток воспользоваться. Просто я люблю, что если я беру, например, одну серию, то уже и разбавляю из этой же серии. Так, на слово поверите. 09. Тут, правда, еще название есть. Вот так. Такой он какой-то... Не знаю, серо-асфальтовый, что ли. Цвет интересный. Тут небольшая и зелень есть, и серость. Оригинальный, конечно, такой оттенок. Так, и третья палетка. Ну, однушка. 0,4 оттенок. На английском тоже есть название. И давайте посмотрим. Вот такое вот. А тут голубое, зеленый. Такой тоже оригинальный цвет. И голубым не назвать, и зеленым не назвать. Тут и морское что-то. Ну, вообще вот эти вот... Все три цвета очень-очень красивые. Кому идут такие цвета, конечно, это супер. Вот такие вот тени я выбрала. Практически здесь все. Только вот первая самая тройка палетка. От Фаберлик. Которая для меня не очень удачная. Но она у меня зато самая спокойная. Она на повседневку. Остальные практически яркие. Ну, может быть, вот этот макияж будет. Он все равно будет достаточно сатиновый, яркий. Но не очень яркие сами оттенки. Все. Давайте я стираю, да? И будем смотреть с вами помады, блески. Потому что там я тоже не растерялась, набрала. Как всегда. Люблю я. Чтобы было много. В течение дня несколько раз я могу обновить губы. Например, если макияж лица я сделала. И я уже с ним хожу до вечера. Я ничего не обновляю. Даже пудру не добавляю. А вот губы я обновляю. Так. Блески для губ я взяла два. Первый от Фаберлик. Вот такая относительная новиночка. Оттенок. Давайте я вот так покажу. А вы уж сами определитесь, какой тут номер. Вот такой спонж. Скошенный, срезанный. Мне нравится этот оттенок. Он достаточно сочный. И на губах смотрится с одной стороны натурально. Под любой макияж. А с другой все равно его видно. Он-то такой, как помада. Лаковая. И второй более яркий уже блеск. Тоже от Фаберлик. Оттенок. 41035, как я понимаю. Давайте посмотрим. Этот уже прям такой яркий. Тоже смотрится, как яркая помада такая. Еще разочек. Чтобы виднее было цвет. На губах ложится ровно. На руке все равно очень сложнее сделать. Чтобы как-то не полосило. На губах аккуратно, красиво. Единственное, что я к блескам, конечно, более равнодушна. Если выбирать блеск или помада, я выберу, конечно, помаду. Так вот хранить их не надо. Надо вот так хранить. Так, новиночка. У меня недавно приобретенная. Это от Wet n Wild. Балмстайн. Так, номер, номер, номер. Так, вот номер. Е126. Он не затачивается, выкручивается. Это очень удобно. Я в восторге от этого. Бальзама. Он реально и бальзам. Ухаживающий. И на губах смотрится очень нежно и красиво. Под все мои яркие, например, тени, которые более сочные и яркие, он будет смотреться очень красиво. Как и первый блеск, как под лаковую помаду. Давайте его тоже сюда. Помады. От Диваж. Вот такая вот пролинэ серия. 3603. Номер. Недавно тоже купленный. Я ей еще не пользовалась. Вот так. Сочная, яркая. Она хороша на морозы. Ее будет хорошо видно в морозы. На губах. Когда щечки красные. Вторая помада тоже моя новинка. Прямо только-только. Розовый закат. 02. Это от Stellar. Я сегодня покупки снимала и сказала, что купила в Улыбке Радуги. Нет, конечно. Магнит Косметик в Улыбке Радуги Stellar я не видела. Магнит Косметик они продаются. И сейчас на них хорошая цена. Две по цене одного. Вот такой вот блеск. Кто-то этой помадой ругает, потому что у них тает текстура. Я ей прощаю все за ее блеск и красоту. Тут сплошной шиммер. Также кто не любит шиммер чувствовать на губах. Я его не чувствую. Но вот девочки писали. Катюшка писала, что она чувствует. Ей это не нравится. Поэтому смотрите сами. Это я в восторг испытываю. Это, наверное, самый любимый мой оттенок. Воздушный поцелуй. Тоже стеллари. Сиреневый. Красивый. Сейчас нарисуем эту красоту. Вот такой оттенок. Симпатичный. Так как тут талая текстура, то оно закончится быстренько. Очень нежный. 140-й оттенок. Это что у нас? Лореаль, да? Вот такой. Прямо. А-ля 90-е. А тут сплошной тоже сатин. Тут она перламутровая. Сатиновая. Не шиммером. Красивый тоже цвет. Вот потянула меня. Видите, они в чем-то между собой имеют сходство. А вот дальше немножко другой оттенок. Это у нас люкс визаж. 41-й оттенок. И тут уже цвет немножко отличается от всех предыдущих. Вот такой. Уходит такой нюдово-коричневый. Темнее нюда. Но мне такой тоже нужен будет в этом месяце. Так, и последние две помады, которые я выбрала. Первая от Essence. Long Lasting. В седьмом оттенке. Очень полюбила я этот оттенок. Вот так она смотрится. Тут уже блеска нет никакого. Вот такая она. Видно. Она скорее увлажняющая. Тут ни сатина, ни шиммера. Хорошая помада. И последняя. Тоже новинка для меня. Это от Avon. Давайте вот так поближе. Такое название. Я ей тоже еще ни разу не пользовалась. Только делала сводч при покупке. Давайте вот здесь. Вот она такая. Прямо блестит. Увлажняет. Такие помады я обычно в сумочку кладу. Когда где-то нужно поправить макияж. То я такое увлажнение как раз беру с собой. Чтобы на улице губы не сохли. Если вдруг там уж как у пиццерии в кафешку зайдешь. Тогда вот такие вот яркие уже сочные зимние оттенки у меня будут в этом месяце. Так. Все. Ай. Что это у меня тут? А вот. Не защелкнула просто. Влезет? Влезет. Вот все. Косметичка моя пустая. Достаточно много тут всего. Ну пока я не могу перейти на две недели. Чтобы количество было меньше. Посмотрю я как будет у меня вот это все расходоваться. Ну и соответственно потом буду более разумно отбирать косметику на две недели. Но для меня лучше больше. Потому что лучше я не воспользуюсь. Чем я пойду к ящику искать еще что-нибудь. Мне будет недостаточно. Все. Спасибо огромное за внимание. Надеюсь со мной было интересно. Всем до новых встреч и всем пока.